Более 70 лет назад творческие коллективы заряжали солдат перед боем. Теперь песни и танцы военных лет торжественно исполняются в мирное время. Вместо сверкающих, трассирующих снарядов, вот-вот небо красят праздничные огни салюта. Огни салюта пока не засияли, но засияли на сцене местные артисты. Победа над фашизмом очень значима как для нашей страны, так и для мира в целом. Выступающие понимают весомость праздника. Николай Буров уже пять лет в День Победы выходит на сцену. Выходишь и чувствуешь глубокую, знаешь, какую-то утрату, но и в то же время победу. Чувство и радости, и горечи, и боли в то же время, победы какой-то. То есть это прям переполнение эмоций. Война затронула почти каждую семью. Люди знают события того страшного времени, знают, как тяжело приходилось их воевавшим родственникам. Он попал в Австрии в плен, у озера Балатон. Он там находился в плену, но, значит, Красная Армия шла же по пятам уже, и его освободили. И он остался жив, племя пустил наше, вот приехал на Дальний Восток. Современное поколение далеко от тех времен. Но молодые люди знают, через что пришлось пройти бойцам в тех сражениях. К празднику отношусь отлично. Я патриот своей страны. Всегда поддерживаю ветеранов. Я вхожу в молодежный совет, и мы часто видимся с ветеранами. За 10 минут до салюта уссурицы увидели световое шоу. Фасад здания администрации стал полотном для иллюстрации лазерного 3D-мэппинга. Строение рассыпалось на кубические части, перевоплощалось в рейхстаг и всячески трансформировалось. Огромное спасибо тем, кто организовывал сегодня праздник. Потому что на моей памяти это один из немногих дней Победы, который до такой степени заполнился. Очень красиво оформленные инсталляции, очень богатая программа. Я очень рада и очень отдохнула сегодня. И мне очень понравился праздник. Дождь уссурицев не испугал. Площадь города была заполнена людьми, которые ждали самой кульминации праздника. И дождались. День Победы порохом пропахнул. Порохом не боевых орудий, а праздничного салюта. День Победы порохом пропахнул.